Кому срочно умирает, то вы. Девушка, да? Не надо. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Я хотела бы сначала поблагодарить вас за то, что вы сделали в моей жизни, какие-то другие люди, потому что, если я соприкосновываю... Я не знаю, я ничего не делаю. Я их не прочитала, но все. Хвалят меня, хвалят меня. Действительно, я после соприкосновения с вашими лекциями с Ведорадио и с лекциями тем, кто на Ведорадио отдал, я больше десяти лет жила уже у себя в уме, я не виделась жить. Во-во, вот сам анализ. Ну, наверное. Это опасная вещь, на самом деле. И, то есть, я пришла к Бере, к молитвам и жизням, благодаря вам. Спасибо вам большое за это. И я начала посещать храм, и там знакомилась с главным человеком. Думала, что он святой, да? Оказалось, это так, наверное, да? Нет, нет, я как-то как раз не думала вообще, я вам как-то рассказываете сейчас, например... Да, это женщина, в основном, вообще не думала, что я вот погрузилась в служение, вот как вы говорите, все это вообще абсолютно неоправда, мне уже не нужно было ни замуж, ничего. Вот, очень разно, видите, смотрите, вот она правильно настроилась, всем служит, всех любит. И куда он денется с позорной лодки, сразу приклеивается. Ну, вот, да, получилось. Вот, у меня очень замечательный муж, вот, но есть, как бы, вопрос. Но, видите, даже муж замечательный, но. Всегда в этом мире есть но. Всегда в этом мире есть но. Мы практикой занимаемся, мы все хорошо, вот, но бывает, что вот, ну, то нектар, нектар очень сильный, ну, в отношении все здорово. А то не очень сильный нектар. А то вот прям, прям вот доводит меня до, ну, то он почти... Он устает. ...психического напряжения сильного. Устает. Устает. Перенапрягается. А так... Правильный образ жизни, неправильный образ жизни. А как, неправильный выжим духовной практикой? Это мне недостаточно. Есть невежество в теле, невежество в психике, невежество в душе. Когда люди занимаются духовной практикой, они невежество в душе выбирают. У них цель жизни правильная. Но тело может изматываться. Вот у него, допустим, телесное напряжение и психическое. Если он будет дальше копить телесное напряжение, то он будет терять равновесие психическое и, ну, как бы, по мелочам начинать, ну, выносить мозги. Это признак усталости у человека. Усталость пройдет от того же самого. То есть у него копится вот это статическое напряжение. Не хватает энергии терпения. Нужно контакт с деревьями, нужно контакт с водой. Нужно статические упражнения делать. Вам тоже, у вас тоже терпение. И из-за этого тоже терпение страдает. У меня просто... Постоянно диагностирование сильное. Очень тяжело сейчас. Вот это тоже. Не терпите вы. Его не терпите. Он вас не терпит. Я взрываюсь сразу в силу. Как-то. Сразу очень сильно реагирую. Но я как-то никак не хотела. Это не хватает энергии терпения. Видите, в основном люди все страдают от неправильного образа жизни. Что-то не хватает. А мне всегда чего-то не хватает. Зимой, лето. Вы у меня слушали или нет? Я вижу, что пока нет. Вы мои лекции вообще слушали или нет? Вы изучаете что-то? Производительные упражнения. Длительное движение. Вы это изучаете или нет? Вы изучаете мои лекции или нет? Честно? Да. Нет. Что я в каждой лекции 50 раз об этом говорю. И вы все равно этого не делаете. Это значит, что вас не входит. Понимаете? Часто люди думают, что если они займут в духовную практику, они свободны от того, чтобы заниматься своим здоровьем, своей психикой. И они в результате рушат семьи, рушат себе жизнь. То есть вы уходите из жизни в молодом возрасте. Понимаете? Это полное безумие. Я это вижу на каждом шагу. Это полное безумие также. Вы разрушаете сейчас свою семью из-за неправильного процесса жизни. Вы не умеете восстанавливаться. У вас не просто срываетесь и без отдельного движения. Все. Все. Ну так надо начать жить правильно. Длительное неправильное движение, прогулки по неправильной 4 часа 20 минут раз, 5-6 дней. Просто идти, идти, идти. Можно в это время считать моменты, слушать лекции. Не останавливаться. Раз в 3-4 дня возле дерева встала, постояла час. Встать можно тоже делать. Для того, чтобы неподвижно час стоять возле дерева. Очищать себе каналы психически. Потому что у вас засорено именно статическое энергией спутать. Хорошо. Спасибо. Очень много последнего времени болезней накопилось. Сильно. Я понимаю, да. Нужно заниматься. Я сильно оторвалась от тела, можно сказать. Если смотрите и вы мне говорите Some of you who culent вот здесь. Я говорю, эти спазмы надо делать то-то туда. Хорошо. Да. Мне вот здесь полет. Этого спазмы надо делать тот так. Хорошо. А вот здесь полет. Спазмы надо делать тот так. А вот здесь полет. И давайте продолжая будем. Спасибо. Еще один вопрос, наверное, médimo по бабушке. Она очень старая. Она живет под Питером, сама. И вот она очень сопротивляется, чтобы мы ее забрали, и как-то к себе. Не нравится одной жить, она там в деревне какой-то. Понимаете, здесь еще очень важно для того, чтобы людей понять, как действует природа. Вот если молодой человек привык к природе, там, допустим, огород, там. Это, так как ей силы. Она переезжает в город, прошел два месяца и до свидания. Все. Потому что она живет в деревне. Это как бы город. У нее там родник, она будет. У нее там родник, есть, наверное, огород, да? Нет, огорода нет. Огород у нас есть. У вас частный дом, да? Ну, поселок городского типа, но дача, и там можно проехаться до дачи. Она не переезжает в дом? А как же быть? У нас нет, ну, только письма. Она даже отвергла телефонную связь или какой-то такой. Ну, как, вы понимаете, если ее ничего не сделать? Она не переедет, потому что, ну, она привыкла там жить и все. Для женщины это очень важно. Особенно в пожилом возрасте. Вот она к чем-то пережить? Привыкает ее, если оторвать оттуда, она будет строгать, потом мучиться. Женщине важно место. Она к месту привыкает, особенно если она там родник, она научилась там быть здоровой. Она уже никуда не переедет, все. То есть, не вытащите ее оттуда. Вы поняли, что вы неправильно живете, вырушите себе семью. Если вы так же будете жить, как вы живете через два года, это отношения будут разрушены. По причине невозможности находиться рядом с друг другом. Ваша чистая светлая работа будет закончена. Я точно с другом. По причинам неправильного вашей жизни. Не спасать. Кому сильно надо, кто умирает. Вы умираете? Точно. Хорошо, поворачиваете. По другому мне. По угодному. И там. Посмотрим, он обманывает меня или здравоооооб pressuring. Спасибо большое. На самом деле, первый раз Вас слушаем, очень… Затем никогда не слышали на лекции? Нет. Наша беседа может быть бессмысленной, потому что всегда беседа со старшим основана на вере. Вера, она создаётся весь с самым. Невозможно за одну лекцию поверить человеку. И если Вы будете воспринимать мои советы просто как информацию для размышлений, я не буду надо тратить силы. Я внедряю то, что Вы говорите. Вот вчера, допустим, ходил полтора часа распрерывно. Мне очень достаточно Ваш вопрос. В последнее время я чувствую очень сильное истощение. То есть элементарные какие-то задачи в работе очень трудные. Это динамическое напряжение. Надо ходить не полтора часа, а четыре часа в 20 минут. Есть пять психических цилиндров. У Вас блок находится на конце третьего, в начале четвертого. Там два блока. Третий цилиндр отвечает за мышление человека. У Вас умственная работа связана с анализом, каким-то мышлением. Вы там сильно устаете. Четвертый психический цилиндр – это настроение. Настроение там портится. Видно какие-то стрессы. Или какие-то испытания настроения. Какие-то случайности, опасности. Я не знаю что. В общем, где-то на трех часах будет очень тяжело идти. Там начнется контакт с этим блоком. Если Вы дойдете до четырех часов, то Вас отпустят. Ну где-то до минут сорок, пятьдесят. Вот так раз в шесть дней, если Вы будете ходить, то через полтора месяца у Вас пройдет эта проблема. Полностью. Вы не будете себя чувствовать так же, как чувствует сейчас. Еще надо понимать, что эта проблема связана с плохим периодом еще. Он только начинается. Он у Вас начинается полгода назад и только начнется. Это даже меньше. То, что Вы сейчас чувствуете, это было недавно началось. И это закончится где-то через два с половиной года. Поэтому нужно два с половиной года следовать этим рекомендациям. Иначе будет полная, как называется, психостения диагноза. Ну то есть полная невозможность работать. Это может наступить в течение трех дней. Если Вы сейчас будете ходить по четыре часа, двадцать минут, раз в шесть дней, то этого не произойдет. Полгода назад ребенок родился у Вас? Да, такое может быть совпадение, что ребенок рождается и наступает такая трудность. То есть истощается семья в целом. Жена ночью не спит. Как-то напряжение увеличивается в семье. Потому что ребенок в страхе находится. Маленький ребенок постоянно, например, плачет, боится всего. Это напрягает. Поэтому, ну и плюс все равно у Вас, как бы, сейчас сам на себе тревог тяжелый идет. Это не с ребенком связано. Это связано с судьбой. Надо лекции дальше слушать, изучать и все. Вы поймете, о чем я говорю. Сейчас надо просто следовать этому совету. И дальше лекции слушать, развивать, изучать, как правильно жить. Вы талантливый человек, разумный. Если Вы свою жизнь наладите, у Вас будет успешная жизнь и хорошая. Надо просто понять, что работа одна не является основой для жизни. Правильное мышление. То есть нужно комплексно подходить к развитию. Нужно изучать, как работать над собой. Как контактировать с природой. Как питаться. Как с людьми относиться. Допустим, месяца три назад у Вас был неправильный контакт с человеком. Он сильно подорвал Вам Ваше психическое состояние. А могли бы по-другому себя повести. То есть был срыв психического следа. Понимаете? Ну то есть вот эти вещи надо все изучать и пытаться понять как правильно. Разбираться с этим. Хорошо? А если бегать меньше, надо по времени? Бегать меньше по времени, но бегать сразу два часа опасно. Если человек начинает бегать, допустим, два часа очищает полностью весь организм бега. Но если человек включается на бег резко, то там же очень много блоков в организме. Они начинают все резко лечиться и начинается перегрузка уже в лечении. Может быть срыв в организме там. Что-то сильно заболит. Вы, допустим, начали бежать. Вы, допустим, набежали до какого-то там, допустим. После часа бега начинают суставы лечиться. Набежали час, допустим. Дальше бежите. На следующий день сустав заболел коленом. Вы, допустим, испугались, перестали бегать. А организм же уже начал лечиться. Он бросит энергии дальше. А вы энергии гудать не можете. В результате хроническое заболевание колен. И вам грач говорит, не надо было бегать. А надо было просто продолжать бегать, на самом деле. Ну, то есть, поэтому лучше начинать сказать «вы». Нужно показать здоровьем. Если вы раньше не занимались своим здоровьем, лучше сказать «вы», походить в годик, а потом переходить на бег. Два часа бегаю, я час пятьдесят бегаю, 9 километров в час, и у меня все пять секунд обращаются. Ну, если вы медленно будете бегать, то больше надо бегать. Ну, чуть-чуть, час. Два, полчаса бегаю. Максимум. Спасибо. Видите, статическое напряжение у вас не купится, поэтому терпеливый человек, вы как бы не раздражаетесь, терпите ситуацию с людей, но у вас, у него факт расстратает. Вам дешево включаться, работать, интенсивироваться. То есть, вы как бы устаете от работы целого. Это, в случае, длительное движение. Разобраться. Есть три, как у кита здоровья. Это пост на воде, длительное движение непрерывное, и непогрешное положение тела. Потому что существует три фактора времени, которые приводят человек к старости. Это напряжение в теле. Напряжение убирается в длительное движение. Жар в теле. Или повышенная чувствительность. Или нетерпение. Это убирается в неподвиженном положении тела. Особенно возле телевых хороших работ. И третий фактор. Это токсинный или лишний вес. Это повреждается в посту на воде. Но все вот эти три фактора разрушения или столения организма лучше повреждают двумя снизу. Например, лишний вес повреждается длительным движением, плюс посту на воде. И сухим посту на воде. Жар в теле побеждается в неподвижном положении тела, плюс посту на воде. А напряжение внутренне побеждается статическими упражнениями. Динамически. Длительное движение, плюс неподвижное положение тела. Это эффективнее партнера. Большинство людей страдают от вечной жизни. 50% проблемы в вечной жизни. Это и наполненность внутренней. Если человек не совершает эскизу на природе, нездорового, который жизнь ведет, у него или во любой фактор страдает, он устает от близкого человека, усталость будет. Или страдает, чувствительность увеличивается, ты не можешь переносить. Он говорит близким человеку, я уже колбасил. Вот. Просто говорит. Ты думаешь, наверное, несовместимость у нас. Удешь к астрологу, он говорит, конечно. Конечно, у вас несовместимость. У вас крест, там, разрушение семьи. И все это, все плохо. Вот. То есть, а причина? Просто у вас непонатательное претерпение. А строки всегда вам, по-моему, надо к ним приходить. Вы будете экономить, конечно, да. То есть, он вам скажет, что синий партнер может не покупать. Ну, что-то все. Вот. Экономить же, правда. Вот. Или он скажет, что у вас два брака по судьбе. А вы только первые, да? Значит, что уже? Закончились. Раньше сядешь, раньше вытащишь. Видите, это жесть полная. Люди не понимают, как действует судьба. Они такие косяки ведут вообще просто. Я это когда слушаюсь, у меня аж головой накрывает. Хочется их всех поперевешить. Хотя у меня жена астролог тоже, но она это никогда не говорит. Есть хорошие астрологи у психологов. Ну, 80% тех, которые... Сама Марусь. Отключает. 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 А потом уже все ушки. Сама Марусь. Ну, мои хорошие. Кто, прям, как бы сильно надо, сильно, прям, нуждается в человека. Да. С вчерашнего очереди. Со вчерашнего очереди. Отпускает. Кто, вот, пойдет. Ну, лучше добавить опять что-то. Уговорить. Здравствуйте. Да. Хочу сразу к делу. Да. Промогу. Да. Промогу вас. Это то, что предоставили. Можете сделать вопрос. Вопрос такого характера. Это несложный вопрос. Я так надеюсь. И мне не нравится. Всегда в жизни заметил со собой то, что он. Я думаю, что в присутствующем тоже будет интересно услышать один. Я заметил только что, просто со собой, что вот если я что-то придумал. Какой-то, если он призвал кого-то или какую-то идею. Это никогда не сработает. Но если я повторю человека в этом нет. Это всегда в друге, всегда тяжело быть первым. Я понимаю, что оно не сработает. И я замечал, что это будет идея. Не у всех, которые бывают. У вас бывают. Я объясню почему. Потому что, когда вы говорите и думаете, что вы что-то придумали, на самом деле это не вы придумали. Это судьба вас к этому подвела. А судьба, когда вас лично к чему-то приводит, то у вас есть одна проблема. У вас не хватает терпения, сил довести это до конца. У вас как-то судьба на вас надбегает этим. Понимаете? И это движение вы не можете выдерживать. А когда вы за кем-то идете, то его надбегает. А у него такой судьбы может не быть. И тогда происходит пробивание ситуации. Что делать? Надо понять, что есть ситуации, которые вы не сможете за кем-то пойти. Например, в личной жизни. И поэтому придется самому терпеть. Ну, то есть, еще раз повторяю, когда вы столкнулись, это называется преддействие. Ну, то есть, когда человек в памяти в своем сознании чувствует что-то, это не значит, что ему помелещность. Это значит, скорее всего, что это есть. Как проверить, что это есть? Если ты молишь себя, допустим Богу, славишь его и чувствуешь, что вот то, что ты почувствовал, ты начинаешь сначала чувствовать все сильнее и сильнее и сильнее, а потом постепенно дошел до пика и начинаешь чувствовать слабее. Значит, ты уже в молитве начинаешь это пробеждать. Но само по себе усиление темы в результате молитвы указывает на то, что ты как бы действительно глаз судьбы предвидишь, предчувствуешь. В этом знаете идеи. Но на самом деле это не только идеи, это может быть все что угодно. Любой человек предчувствует судьбу. И когда человек славит Господа, молится, он может это предчувствие приблизить к себе и понять, что там есть трудность. И можно просто в молитве даже эту трудность победить. И тогда, уже столкнувшись с вашей идеей или с этой темой какой-то, вы уже не будете получать такой жесткий ответ от судьбы. Потому что по вашей судьбе любое начинание для вас труднее всего. Бывает у людей середина страдает, бывает конец, бывает начало. У вас начало страдает. У вас весь расколбас начало идет. А потом, если вы выдержали напор, легче, 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 легче. Вот так. Это у вас надо. Но это не значит, что у всех так. Понимаете? Да. Спасибо большое. Обещательно. Быстро. Чехолный. Девушка, вот, давайте там. Да. А вот точно мы с вами уже правильно хорошо поговорили. И раз в нем. Да. Давайте, с другими, я тоже говорю. Олега Геннадьевич, здравствуйте! Большое вам спасибо за ваши лекции. Я их слушаю уже 6 лет, после рождения первого ребенка. И всегда получалось так, что я находила ответы во всех ваших лекциях, в самых тяжелых временах, когда оказалось, что совсем одно. Спасибо вам большое. У меня сегодня два вопроса. Первый вопрос. Правда ли, что семейные сценарии из поколения в поколение повторяются и можно ли эту карму избежать? Как мне сказал один астропсихолог, что если проблемы отцов и детей, сестер и братьев были, то они обязательно повторятся и у твоих детей. Ксения Пальтова, может, что-то. Да, но дело в том, что я этому и не верила. Но сейчас с моей родной сестрой, отцами у нас разные, начали... Вот смотрите, вот, допустим, на меня едет танк. Ко мне подходит астропсихолог. Это еще лучше, чем астролог-психолог. Астропсихолог подходит и говорит, что он тебя отребьет, танк. Я говорю, что все нормально, не волнуйся. У тебя как-то там истечины есть под Харьковым уже, большого. Все нормально у тебя? Ну, все, готовься. У тебя даже надо смерть, кто-то есть. Я смогу там победить или нет? Нет. Почему? Потому что мне разрушили веру. Если к другому приходит человек и говорит, что ты обязательно его победишь, но для этого надо делать то-то, то-то, то-то. И ты это делаешь и побеждаешь там. Вот и вся разница, понимаете? И вот это слово сценария, это неправильное слово. Потому что человек рождается в каком-то роду, потому что этот род подходит для его судьбы. Вот, допустим, есть какой-то род, и там есть определенные проблемы по роду. Это есть. Но почему я рождаюсь в этом роду? Не потому что мама виновата, она не передала сценарий. Или родовую травму от них получила от родителей. Нет. Потому что по вашей судьбе вам это положено. Это ваша судьба работает, не родовой сценарий. И если вы увидели, вот, допустим, как вы предприняли свою судьбу, ты смотришь на своих родителей, как они живут. Тебя Бог предупреждает, говорит, смотри, это твоя судьба, готовься через родителей. Даже к бабке-гадалке не надо ходить. Вот родители живут определенным образом. Смотри, это то, что тебе предстоит преодолеть. Потом дальше ты сженишься и как бы получаешь похожую ситуацию. А если что-то не преодолел, тогда дети, которые у тебя родятся, они тебе помогут. Все, что ты не преодолел, дальше идет уже у них. То есть они тебе говорят, ну смотри, вылезь мучиться с нами теперь. Вот. Все. Вся песня. Скажите, а как идти вот на эту провокацию, когда... На какую провокацию надо идти вперед в жизни всегда, потому что жизнь это всего лишь объем работы. Вот, допустим, кухня грязная, а как мне уйти на эту провокацию, чтобы не мыть кухню? Надо идти мыть кухню. Никакой провокации. Астролог сказал, что у тебя по жизни суждено, что кухня будет грязная. Ничего делать, ничего, просто живи без кухни. Или застрелись. Нет, надо просто идти мыть кухню, все. Причем провокация, о чем вы говорите? Есть объем работы, надо просто выполнить свою работу и все. Есть труд души, есть труд тела, есть труд... Вот люди понимают, что надо зарабатывать деньги для того, чтобы жить. Но они понимают, что надо так же работать судьбой. Работа судьбой означает длительное движение, подвижное положение тела, постановодие, молитвы. Четыре способа работать судьбой. Плюс терпеть, прощать, принимать, заботиться. Всех любить. Это называется работа судьбой. Вы хотите избежать судьбы? Невозможно. Нет, не хочу. Я просто не хочу показывать плохой пример своих действий. А зачем мы показывать плохой пример? Надо просто правильно побеждать судьбу и показывать хороший пример. Вот, допустим, пошла и помыла кухню. Это плохой пример или хороший. Ну, когда человек хочет с тобой скандалы и ссоры, а я думаю... Ну, а вы как бы прощайте, терпите, дистанцируйте, успоказывайте правильный пример. Как вести себя с человеком, который с тобой устраивает ссоры и скандалы. Понятно. Спасибо. Побеждайте судьбу. И когда вы ее убедите, это все закончится. Так же, как кухня чистая, уже все в порядке. Так и судьба чистая, в порядке. Первая стадия победы над судьбой, спокойствия в сердце по поводу человека этого. И у вас уже есть часть первой стадии. Вам уже спокойнее стало с ним жить, несмотря на скандалы. Вторая стадия влияние. Вы можете с ним по-другому разговаривать, хотя он еще не может с вами. Третья стадия изменения этого человека. Это свидание, плохая, что я... И астролог. И туда я должен сказать. Спасибо. И второй вопрос. У меня очень хороший муж, он человек лучше, чем я. Вот я об этом и говорю. Я ему доверяю, но почему-то... Ну, астролог сказал. Не, не астролог сказал. Как это, в этом есть такая, там, это реальная такая юмор. Там картина висит. И этот, рассказывает про картину в Эрмитаже, он говорит. Вот здесь вот художник нарисовал калибри птичек. Но русские ученые считают, что это дикие урки. В общем, откуда-то во мне проскакивает. Иногда к нему недоверие, причем даже во сна. Ну, вы же женщина. Прям, блин, навязчиво, хотя бы... Да, женщина всегда боится мужчин. Потому что он же опасное существо, мужчина. Это природа такая. Просто мужчина, он опасный. Женщины все хорошие, мужчины опасные. Поэтому женщина, когда замуж не кое-то, боится. Она думает, как я с ним жил. Я же женщина такая вся хорошая. Боится ее, надо помочь ей выдать замуж, помочь ей надо. Потом муж, он сам по себе уже мужчина. Вот, допустим, я изучал это. Вот есть, допустим, у меня есть метод лечения спины с помощью пластины. И там надо число правильное чего-то выбрать. И я изучал вот 1, 3, 5... Ну, 1 не это, 1 это число Бога. 7 такое. 3, 5, 7, 9. Мужские числа. Ставим 3 пластины на смену, все к тебе дружают. Вот все к тебе на земле. Ставим женские числа. 2, 4, 6, 8. Какое-то из женских числов подойдет, и человек всю жизнь будет носить. Все классно. Все, что связано с женской энергией, все классно, везде. С мужской всегда проблемой. Это не заложено уже мужчине вот это вот, что он перепружает. Женщина будет делать, я устаю, ты уже меня замучил. Вот. Ну, потому что у меня мужская энергия, у меня нет женской. Если ты хочешь отдохнуть, иди к женщинам, пообщайся с подружками. Отдохни потом, иди с мужем. Живя для без мужчин все равно невозможно. Они побеждают судьбу, приоткрывают трудности. Мужская энергия тоже нужна. Поэтому вы боитесь и устаете. Вот у вас, допустим, копится статическое напряжение внутри. Вы становитесь очень чувствительной. Да. И не переносите мужа в этот момент. Стоять возле дерева. Час раз в 4 дня. Выбирать такие деревья, как липа, клер. И все. Через 2-3 месяца не будет чувствительности, никаких снов. Потому что эти сны означают просто, что у вас есть определенная инфаркция энергии в организме. Все. Это же вызывает и гормональные функции расстройства. Тоже это же тема. Нарушение сна. Вот. Аллергию может вызвать. И так далее. Это все. Нарушение пищеварения. Это все. Одно и то же энергии. То есть вот эта беспочвенная ревность и подозрение, он не из-за этого может быть? Нет. Это тоже как бы. Потому что это восстает. Если говорить о беспочвенной ревности и подозрении, то это не является беспочвенным. Потому что в прошлой жизни, в возрасте 37 лет, вас бросил жестоко человек. И вы помните это. Вы не знаете подробностей, но память об этом осталась. И прежде чем он бросить, он вел себя неправильно. Вы это видели и все. И сейчас переносите эту реакцию, эту судьбу на своего мужа, который нормальный, мужик совершенно вообще. Вот, ни при дела. Вам уже понюблю, он вам уже понюблю. Вот. И это не беспочвенно. И вот эта вещь побеждается молитвой. То есть вы славите Господа, думаете о Нем. И постепенно в сердце все больше и больше успокаиваете. Сначала первое статие, чтобы все будет хорошо. Второе статие, вы получаете знания о том, что у вас этот камешек лежит в сердце. Вы начинаете чувствовать его лучше. Потом молитесь, уводите его из сердца. Потом не полная победа будет. Третье статие. Видите, а если вы в парке угадалки пошли, я нам не сказал. Да. Ух. Все мужчины на пятой колеи, на просах. Невозможно преодолеет. Если ты заплатишь побольше, то получится. Спасибо большое. Ну, это просто, ну, у нас в мистический склад ума, нам нравятся вот эти все темы. Чёрные-чёрные креи, заметно чёрный-чёрный колокольчик. Всё. Не надо туда ходить хорошо в эту зону. Вы разрушаете таким образом свою жизнь. Вас извинительны, что новостями таким людям, которые вам предсказывают, гадать будут. И там вы разрушите свою судьбу. С ними они вам, философию эту, придут в голову. Дорогут, дорогут, всё. А жизнь на самом деле, она прекрасна. Иди побеждай судьбу, работай над собой, изучай всё как правильно, и всё, и живи на светлой стороне. Страх означает неправильное отношение к жене. Теперь внимание. Внимание. Если вы сходили к какому-то, в кавычках, «доброму человеку» и ушли со страхом в сердце, значит, у вас остырнили неправильная информация. Поняли? Страх, чувство, что что-то опустилось внутри. Диагноз поставили. Или слова сказали какие-то. И скованность такая внутри, что как будто непреодолимая сила в тебя вдохнулась. Это называется осквернение злыми духами. И эти осквернения делают вот эти все добрые люди, которые зарабатывают бабки на этом осквернении. То есть помочь человеку не может, а напугать может. Потому что особенно исток наступает, когда человек действительно узнал про свою судьбу. Это действительно есть такая судьба. Но оценка неправильная. Танк действительно едет. Но на самом деле ты должен и победить и можешь. Понимаете? Вот это осквернение опасная вещь. Вы начинаете верить в злые силы. Есть три типа веры. Есть вера в злые силы. Означает все плохо. А сейчас на оболне вот этого современного ситуации, эти в интернете, когда людей подсаживают какую-то неправильную веру, через что? Это волкотворный вирус. Правители денег все это делают. Они еще туда чипы будут, фарцины вставлять. Потом всех зачетируют. Потом сдохнут все пчелы. И они же интернет. И так далее. И валят, валят на лжи людям вот эту информацию, которая их приводит в состояние страха и не такие как ходят. А вот эти фильмы. Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Вот так живут. Второй тип веры – это вера в удачу, в деньги. Это люди изучают, как зарабатывать, думают, что это им поможет. Третий тип веры – это вера в благость, вера в здоровую жизнь, вера в Бога, вера в то, что судьба побеждается, это просто объем работы, это не что-то страшное. Страшно остановиться. Кухня не мытая, это все, никогда не помыешь. А если думаешь – смотри, она опять грязная станет, потому что это невозможно, непреодолимо. Нет, помыл ее и счастлива швей. С мужем очистила судьбу и счастлива швей. Понятно? То есть, если говорить о вас, то там с мужем как бы все нормально, у вас проблема с мнительностью все. А муж – нормальный, он дедушку любил, дедушку любил. Память в прошлой жизни не было. Очень сильная там модель произошел в прошлом. Но он побеждается, а будет так же. Ладно, мои хорошие, после лекции поговорим. Итак, мы с вами подошли к важному вопросу, что человек должен учиться правильно жить. Есть системно определенное, если системное мышление включаешь, правило в жизни включаешь, то тогда все меняться начинает в жизни постепенно. Правило надо изучать. Первое правило, главное, чего человеку не хватает – это силы. Есть три типа силы. Есть физическая сила. Физическая сила означает здоровье. Вот, допустим, у тебя что-то болит, что-то тяжело без чем-то с внутренним органом, какие-то функции нарушены в организме. Это физическая энергия. Это не значит, что тебе таблетки нужны, или какие-то там микробиотики какие-нибудь там, или витамины, или пробиотики там, еще что-то. Нет, тебе нужна природа. Энергия природы лечит тело. И не просто ты на природу села сидишь, надо конкретное движение совершать, или неподвиженное положение тела, или пост. Ну, то есть, нужно аскезу совершать на природу, чтобы всосать эту энергию природу в себя и победить всюду. Энергия, изобретая у человека, снятия воспалительных процессов. Ну, то есть, не то, что на землю надо положиться. Просто ты иди на природу, допустим. А организм сам выберет, какая энергия нужна. Допустим, идет воспалительный процесс, он энергию земли возьмет. И у тебя от этого станет легче. Если у тебя, допустим, нет гармонии, плавает организм, тогда энергиеватрия тебе нужна, она гармонизирует, то есть, плавает силу. Если у тебя не хватает пищеварения, допустим, огня пищеварения, энергия солнца тебе нужна. Энергия солнца тоже берется с помощью движения. Вот так человек стоит на солнце, может перекреться. Когда он движется, он никогда не перекреться, потому что всасывается эта энергия в организм, а не копится. Когда человеку не хватает, допустим, силы, концентрации, внимания не хватает ему, усталости от работы, ему нужна энергия воздуха. Энергия воздуха дает силу, концентрацию, тянание, дает выносливость, дает возможность преодолевать трудности. Видите, есть разные энергии природы. Энергия пространства дает ощущение предвидения трудностей, понимания перспектив, чувства судьбы перед энергией пространства. Человек, допустим, вышел из замкнута пространства, он лучше чувствует ситуацию. Если ты, допустим, чувствуешь, что ничего не соображаешь, что делать, иди на открытое пространство, прогуляйся там. В самом пространстве тебе даст чувство понимания, как жить. Больше мышление будет шире, ты будешь чувствовать, что ты понимаешь, что лучше ситуация нужна. Наступила грусть, что ж пойду пройдусь. Не или не с кем. Куда пройду по земле не взяли. То есть, я люблю свой горок, я люблю радуюсь. И так далее, вот такое пошире.